Печатка, который в основном западный. В соответствии с анализирующим источник научного плана и актуальной публикации на проблемы различных книг и средств новостной информации, автор делал эти дела, что традиционально, то, чтобы написать выписки и американский, или западный и восток, она приближается. Вот это главный выбор у автора. Ничего не изменилось, хотя 25 лет уже нет уходов в Украине, но с выбора автора мы видим, что изменений в этой направлении нет. Работа состоит из введения двух дар, закрученный список использования литературы и приложениями в конце работы автор дает и навела свои аргументации. На самом деле тут тоже в содержании материалов мы видим те, которые мы обсуждали до этого, на другую выпускную работу, это образ и иметь, а к сожалению, то, что Якова Алексеевича сказал, реальный научный образ сформировался, но в наше время искусственные музыки делились, так же, как реклама. Поэтому серый штат работал в бюро, вокруг любой президент, любой премьер-министр в данный момент, любая страна. Так, если мы образ по-парински предыдущий, видимо другой, а сегодняшний другой. Если мы смотрим образ Буш другой, а образ Линдом был другой, или Барака Обама другой, тоже так же. Образ Медведева и образ Путина, они похожи. Поэтому, более-менее, это работают люди, серый штат, который, видимо, это мантик, правда, это в наше время много реклама. Тоже образ Саркази, который, как у Якова Алексеевич сказал, поэнергическое состояние, естественно, очень мало известно, но создали, что он вещает, европейские проблемы. Это образ, который мы делаем в нашей грехе. Тут тоже старались авторы посмотреть. Но хотелось бы, что в качестве пожеланий, кроме рассматривания журнала и газеты, таких как New York Times, Washington Post, Journal Times и другие, есть направление специализирования. Например, у VIA, так называемый, американский город, Америка, он имеет ежедневный три часа. Он выпускает по каждому страну, в том числе специальный выпуск, что касается внешней политики США. Поэтому, если бы это смотрели, и другие специализированные источники, и в частности, в виде направлений. Но, однако, мои пожелания и вопрос не уменьшают результаты выпускной работы, потому что работа уже подрыва объективности и подпорность в соответствии с требованиями нашей выпускной работы. И искренне спектру, баклабор журналистов дослеживается с нами. Спасибо большое. Спасибо. Нашатки были, а точнее? Не, специализированные. Я забыл рассказать, что я анализировала газеты с 2004 года, 2008 года. Все, да? Ну, пойдемте, пойдемте. Ну, пойдемте. Я говорю, уважаемые пиццы, уважаемые те, кто висит. Хотел бы просто подчеркнуть один интересный и у меня глубоко тронувший факт, что наша выпускница начала работать над этой темой не с того конца, как мы часто встречаемся с усилиями наших выпускников, чтобы собрать литературу по интернету, она начала с того, что она изучала и переводила статьи сама, читала их внимательно и начала мне показывать задолго до того, как она села за писаный стол, чтобы написать эту работу. Вот это и результат не позволил ей она без написанного тексту выступает, потому что она всю работу, все это дело знает. Хотелось бы пожелать ей дальше работать решительнее в этом направлении. Вывод, с моей точки зрения, ей позволило сделать правильный вывод, вот эта упорная работа реальными фактами. И вот есть такие нюансы, которые мы даже в устной речи не должны допускать. И даже я допускаю, и даже другие наши преподаватели. Мы говорим, холодная война окончилась 25 лет. С чьей стороны она окончилась 25 лет назад? С нашей. Советский Союз не только перестал существовать как социалистическая государственная система и его Варшавский договор. Но и строй изменился во всех этих странах, в том числе и в вашей стране, в Таджикистане. А в Соединенных Штатах изменилось что-нибудь в отношении Советского Союза, то есть народа, которые жили в Советском Союзе? Но если брать внешнеполистические, принято ему только один штрих. В 1974 году была принята поправка Джейника и Вексона о том, что осудить Советский Союз как страну, не позволяющую там свободно выезжать людям, и эта поправка до сих пор не отменена. Несмотря на неоднократные усилия и Советского Союза, и России, это поправка остается. Вот эту вещь никогда не нужно забывать. Иногда мы говорим, холодная война, а корж, это удивление. и удивительно то, что критика в адрес России продолжается. Вот я считаю, что ваши заставничества и поняли то, что это не так. И поэтому за ней правильную позицию. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы меня простите. Я хочу сказать, что вы совсем не о теме все замечательно, все прекрасно. Это только одна большая просьба. Мы пойдем с вами в народ, мы будем журналистами, будем работать на русском языке. Уважаемые коллеги, не 2007-го, а 2007-го года. 2007-го, 2008-го, 2009-го и так далее. Это не вину выступающего. Я знаю, что сейчас огромное количество так говорит, и поэтому вы повторяете неправильно. Пожалуйста, запомните все. Я очень надеюсь, что именно вы начнете борьбу за правильное употребление этого числительного в текстах истинных и устах. Спасибо большое. Спасибо. Кто еще по существу работает? Я хотел бы вывести. Пожалуйста. Я недавно прочитал такую интересную мысль, которая заключается в следующем, что России придет помощь, и помощь придет совершенно неожиданно, с неожиданной стороны. Я считаю, что сама обстановка темы очень правильная и актуальна. Причем я рассчитываю и искренне убежден, что это вот та помощь, которая идет в настоящее время. Вы сейчас на материале, который действительно объективно, с научной точки зрения помогает вам увидеть и сделать правильные выводы. Сейчас вы третья страна. Не единая республика Советского Союза, третья страна. И вы в споре больших государств видите, кто прав, кто виноват. Вопросы, связанные с конфронтацией, они имеют продолжительную историю. И объяснение можно получить с разным сторонам. Почему такое отношение? Там методология холодной войны продолжают существовать в Соединенных Штатах. Но важно сделать выводы и объяснять всем тем, кто заинтересован, объяснять правду, реальную расстановку сил. Все равно правда, как росточек весной пробьет землю и все увидят, что это такое. Вот с этой стороны я и хотел выступить. Спасибо, что вы говорите. Есть еще выступающие? Нет. Тогда вам заключительное слово. Я хотела бы сказать огромное спасибо Коколе Алексеевичу Лонкон, который мне помог в этой теме. А тема действительно для меня является очень важным. Я над этой темой работала почти полгода. Я очень боялась, что вы не поймете ...